В этой серии мы переведем текст разработчиков и пообсуждаем новое обновление. Здравствуйте и добро пожаловать! Стоп, 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 Райан, ты не читал сценарий? Нет. Это обновление о пиратах. Почему ты одет как Санта? Всегда происходит одно и то же. В Бравл Старс мы одеваемся как пираты. Это правильно, у нас будет новая среда. Два новых Бравлера, пять обликов, новый игровой режим и многое другое. Давайте начнем с новой среды, лодки Дэрила. Посмотрите, как она прекрасна. И конечно, если у нас есть пиратские корабли, у нас есть пиратские облики. Первый пиратский облик, маленький пират Поко. У нас также есть Кольт Корсар. Кольт Корсар выглядит великолепно, он выглядит как капитан. Ну, капитан, да, у нас уже есть капитан, который капитан Карл. Это мой любимый из трех обликов. Он путешествует по полю битвы со своим кораблем, и это невероятно. Давайте поговорим о новых Бравлерах. Первый Бравлер, у которого у нас появится, Би, пчелка. Она антомолог и помощница розы. Антомолог это ученый, изучающий насекомых. Ей нужно нанести удар основной атакой, чтобы ее следующая атака была сильнее. У нее есть снайперская атака, которая использует пчелу в качестве пули. И супер атака, которая выпускает небольшой рой пчел. Она пересекает стены и к дополнению замедления отравляет противника. Другое дело, что Би прибудет с обликом под названием Божья коровка. Она очень крута. И она не будет единственной в этом обновлении. У нас также есть Макс. Она хочет быть супергероем, но ей все еще нужно использовать энергетик. Так что пейте много энергетических напитков и используйте турбины, чтобы двигаться быстрее. Макс очень быстрый и стреляет быстрыми очередями. Ваша супер атака особенная. Она выпускает свечение, которое ускоряет всех партнеров в радиусе. Так что вы можете ускорять на поле боя других ваших тиммейтов. Можете ли вы представить 8-битного бравлера, который бегает быстро? Представьте себе 8-битный бравлер на нормальной скорости. Она вообще существует. У нас появится новый режим игры, доступный в течение ограниченного времени. Кража подарков. Да, я просто придумал название. В этом режиме игры цель состоит в том, чтобы украсть подарки у противника. Прежде чем они украдут твои подарки. Это как драка, только есть два подарка. Вы можете набирать очки одновременно с противником. Это как захват флага и футбол одновременно. Это очень-очень смешно. Нам очень понравилось. Вы можете передавать подарки за стены. Это новая и другая механика. Ну что же, теперь давайте обсудим обновление, ребятки, новых персонажей. Первый скин Поко. Давайте на него посмотрим. Смотрите, какой он классный. У него в руке метелка какая-то. Метла. Так, весь такой в полосатой футболочке. Слушай, ну выглядит классно. Бандама такая с косточками. Очень угрожающе. Идем дальше. Дальше у нас Корсар Кольт. Вау, какой он серьезный. Смотрите, нахмуренный Кольт. На бандаме у него звездочка с такой повязкой на глазу. Видимо, как-то лишился глаза. Либо же просто чтобы выглядеть грозно. Прикольный, прикольный Кольт. Вон он бегает. Стреляет. Такое ощущение, что он стреляет снежными комками. Вам так не кажется? Может быть, я ошибаюсь. Идем дальше. Так. Ого, капитан Карл на корабле. Вот этот, мне кажется, самый крутой. Смотрите, какой корабль классный. И в руках у него якорь, которым, видимо, он и будет бросаться. Карл реально классный. И это капитан. Капитан Карл. Почти как капитан Джек Воробей. У него даже зуб золотой, смотрите. В правом уголку видно, что у него золотой зубик. Слушай, ну прикольно. И новые персонажи Би, пчелка. Вторая, каждая вторая атака наносит Х3, ребятки. То есть, в три раза больше урона. Если она нанесла, смотрите, в первом. Первая атака 1120 наносит. 1120. А вторая? Ну-ка. 1080. Вы представляете? У нее вторая атака Х3. Ёлки-палки. Да она просто будет вообще имбовая. Она во всех режимах будет классно. Особенно в одиночном режиме. Мне кажется, будет очень здорово. Особенно в конце. Представляете, ты остаешься один на один с игроком. Хоть у тебя, даже если будет мало силы. Если ты второй раз... Потому что, когда будет один на один, ты каждую вторую атаку будешь Х3 носить в три раза больше урон. И у нее очень хорошие шансы будут выиграть. Очень крутая. Я ее хочу, ребятки. Я хочу пчелку. Если ты хочешь, чтобы я приобрел ее, купил или как-то выбил из боксов, ребятки. Хотите больше Бравл Старс. Обязательно поддерживайте канал лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь уже на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не посмотреть самое интересное. Я буду следить за обновлениями и вы будете узнавать одни из первых. Если вы этого хотите. Так, также у нее ульта. Она кидается роем пчел. А сколько у нее пчел? Давайте посмотрим. Надо, наверное, перемотать. Ну-ка, она будет еще раз? Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Где-то шесть или семь пчелок. Они замедляются, ребят. То есть, кого она попадает? Ультой, я так понимаю. Они замедляются. Вот. Летят где-то шесть или семь пчелок. Попадают. Попадают. Персонаж замедляется. Бравлер замедляется. Его будет проще добить. То есть, после... После ульты. Допустим, когда он замедлится. Ты легко его сможешь слить. То есть, тебе будет проще в него попасть. Даже, наверное, автоатака. Вы представляете, как это круто? Вообще, мне кажется, не надо будет целиться. Просто используй автоатаку, если он будет один на горизонте. И... Допустим, ты сразу несешь четыре тысячи минимум. То есть, один раз тысячу несешь, второй раз три тысячи. Офигеть. Сразу минус четыре тысячи. Это очень-очень круто. И причем ее атаки, ребятки, супер атаки, игнорируют все... Я так полагаю, они все препятствия игнорируют и сквозь них проходят. Это очень круто. Также новый бравлер Макс. В общем, обычный бравлер, но у него есть крутая ульта. Он ускоряется, ребятки. Мне кажется, это очень круто будет. Очень часто. Немножечко остается до того, как добить бравлера. До того, как этого врага добить. Сейчас же вы можете использовать ульту и легко всех просто добивать. То есть, ты видишь, кто-то от тебя убегает. Ты сразу используешь ульту, всех догоняешь, всех добиваешь. И просто ты топ-1. Мне кажется, это будет круто. Я обязательно, ребятки, буду проверять. Вот я сколько не играю в Бравл Старс. Часто такое бывает. Там 80 хп у кого-то остается или еще что-то. Сколько-то. Я просто не могу его догнать. Пытаюсь, но не получается. Вот, сейчас это будет очень легко сделать. И добивать игроков будет очень круто. Плюс, ребятки, смотрите. Вот я использую свою ульту. И рядом, я так полагаю, если находятся мои тиммейты, они тоже будут ускоряться. То есть, этот персонаж, наверное, все-таки больше подойдет для кооператива, для режима, где много игроков. Прикольно. Смотрите, как быстро 8-битный бегает. Ну, сейчас он медленный. 8-битный Бравлер, мне кажется, самый медленный. Да, один из самых медленных Бравлеров. Я думаю, будет хорошее сочетание с Максом. Вот с Максом 8 бит, это просто будет идеально. Допустим, вы с друзьями договорились. Кто-то берет 8 бит, кто-то берет Макса. И вы просто тачите катку. Это 2, наверное, будет. Ну, вообще, Макс со всеми может сочетаться. Больше, наверное, он хорошо будет сочетаться именно для танков, чтобы танки танковали, как-то быстро догоняли Бравлеров вражеских. И просто тащили. Очень круто, очень прикольно. Так вот, ускорять, смотрите. А тут можно заметить, как 8-бит ускорился, как Булл ускорился. Смотрите, как это круто. Вау. И что могу сказать? Очень крутые Бравлеры. Вот эти 2 топовых Бравлера. Я их хочу, ребятки. Я постараюсь их приобрести. И вам потом сделать обзор. Мне от вас всего лишь нужна поддержка, лайки и комментарии. Это реально очень круто помогает. Ставь лайк, пишите комментарии. Подписывайся на канал. Рассказывай всем своим друзьям о канале. Будет много еще чего интересного. Новый режим, ребятки. Вот это тоже круто, ребятки. Сделаем отдельную серию на новый режим. Краша подарков. Это будет круто, ребят. Я даже, наверное, возможно, сделаю стрим. Посмотрим. Именно, допустим, на этот режим сделать стрим. И чисто в него играть. Праздничный стрим, подарочный стрим. Здорово. Как раз можно научиться будет играть в него. Мне еще нравится. В футболе мячик задевает за препятствия. А тут ты перекидываешь этот подарок. Это больше как на баскетбол, да, похоже? Ты можешь любые препятствия перекидывать. Ей нужно, главное, подарок доставить на свою базу. Причем подарок-то будет не один. Их будет много. То есть я могу... Пока я доставляю подарок противника, противник может доставлять мой подарок на свою базу. То есть один-один легко общий может быть. Интересно будет посмотреть. Но это, ребята, временный режим, к сожалению. Блин, но задумка неплохая. Может быть потом что-то получится наподобие баскетбола. Было бы здорово, да, баскетбол, Браул Старс. Футбол же есть, почему нету баскетбол. Но это будет круто, ребят. Это будет топовое крутое обновление. Даже я не так часто выпускал Браул Старс. Наверное, буду чаще выпускать, ребят. Мне понравилась обнова. Это будет круто. Даже сами разработчики говорят, что это одно из самых... Это вообще не то, что не одна из самых... Это самое-самое крутое обновление. Самое масштабное. Таких еще не было. Это очень круто, ребят. В общем, обязательно ждем обновления. И ждите видеороликов на канале Дориди. Также, если ты не знал, у меня второй канал The AlexPlay. Напиши на YouTube AlexPlay. Найдешь мой второй канал. Там я снимаю игры на ПК. Я думаю, тебе тоже понравится. В общем, я рад всем вам хорошего предновогоднего обновления. С вами был канал Дориди. Удачи вам и пока.